7 января православные староверы отмечают Рождество Христово. Этому празднику предшествует 40-дневный пост, не самый строгий. В некоторые его дни разрешается употреблять рыбу. Традиционно верующие отправляются в храмы в рождественский сочельник. В этот вечер в церквях совершаются особенные праздничные богослужения. Особенно и убранство храма в этот день – живые ели. В Христо-Рождественском кафедральном соборе для самых маленьких подготовлен вертеп – пещера, в которой по преданию христиан появился на свет Иисус Христос. Вспоминают верующие и библейскую историю о волхвах, прибывших к младенцу Иисусу. С собой они принесли дары. Золото ему преподнесли как царю, ладан – как богу, и смирну – как человеку на погребение. В Латвии Рождество Христово отмечают около 400 тысяч христиан. Многие приходят и на ночную божественную литругию, которая начинается незадолго до полуночи 6 января. Какой сегодня праздник? Рождество Христово. Да, и куда вы сейчас пойдете? В храм. Мы из Москвы вообще приехали. Но мы обязательно решили прийти в храм, потому что сегодня же Рождество Христово. Но ненадолго, к сожалению, потому что маленький у нас еще спать захочет. Ну, завтра, да, у меня рабочий день. Если так, после работы заглянуть хотя бы. А так, да, даже грех не сходить в такой-то праздник. И хорошее настроение здесь даже у тех, кто сегодня работает. Праздничное, приподнятное. Стараемся. Работы больше? Для людей, для гостей. Конечно. Это самый главный праздник. Ежегодно в Латвии встает вопрос, должно ли 7 января быть выходным. Ведь этот день является праздничным для пятой части населения. Пока что инициатива не была поддержана. Против ввода еще одного выходного дня также выступает Конфедерация работодателей. По их мнению, это повлечет слишком большие затраты. Однако в некоторых самоуправлениях, в которых особенно много православных и староверов, учреждениям и предприятиям местными властями позволяется предоставить своим работникам 7 января выходной. Анастасия Дьяконова, Игорь Статц, Латвийское телевидение.